Здравствуйте, уважаемые коллеги! Польский афорист Станислав Ежелец говорил так «Кого нельзя переубедить, нужно просто пережить. И вот тогда можно признать его неправоту». Китайская мудрость говорит нечто подобное «Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть труп проплывающего твоего врага». А в России эта фраза звучит совсем коротко. В России нужно жить долго, чтобы увидеть хоть какой-то результат. Чего вам с удовольствием и желаю. Уважаемые коллеги, еще немного из серии совета первокурснику. В вузах, кроме лекций, семинаров, мы о них говорили уже, тем более экзаменов, отчетов. Есть такая еще, особенно в негуманитарных вузах, лабораторные работы. И вот здесь такая вещь, которая действительно как бы в экспериментальной форме подтвердит то, что на лекции говорилось теоретически. Конечно, там всякое бывает. Очень часто у нас до сих пор вот студенты на лабу приходят, там идет тема, которая на лекции еще не рассматривалась. И ассистент быстренько объясняет теорию, а потом студенты включают аппаратуру, что-то там получают какие-то результаты. Бывает так, что на лекции профессор обозначает буквой альфа, а в методическом лабораторном буквой дельта. Одна и та же величина обозначается. Это до сих пор такие грехи есть. Но если говорить серьезно, все-таки человек должен прийти и убедиться в том, что те формулы, графики, истины, которые излагались на лекции, они правильные. И вот здесь надо соблюдать определенные правила. Это инструктирует технику безопасности. Там же есть и напряжение, химические вещества. Не только-только может ударить, но и другими вещами. Скажем, установки выше тысячи вольт студенты вообще не могут допускаться к таким лабораторным работам. Их и не бывает. Они делают в виртуальном таком варианте на компьютере. Но даже в этом реальном мире щелкает умблевание. Просто надо пощелкать, получить некую кривую, выводы, и объяснить, почему ваш график пошел налево, а на самом деле должен идти направо. В том числе и в этом разобраться. Тогда получите зачет. Есть такая шутка. Чтобы ваша теоретическая кривая совпала с практической, стройте ее по двум точкам. Вы не раз убедитесь, что в учебнике все красиво, а на лабах там действительно какие-то флуктуации, как-то кривая не очень красивая получается. Тут, знаете, все. И магнитное поле Земли может влиять, гравитация, ошибки аппаратуры. Но все-таки, на самом деле, инженерной профессии, поработать с реальным оборудованием, с реальными веществами для химика и так далее, без этого просто нет образования. Поэтому аккуратность, терпение и соблюдение правил техники безопасности. У ЖЭМ и коллеги есть близкие психологические понятия, скажем, одаренность человека, талант. И вот часто произносит такое слово гений. Только если одаренность, это человек демонстрирует в нескольких областях, может быть, результаты выше среднего, но это сразу видно. Скажем, вот просто школьный отличник, но способный в физике, в химии, в учебе, но социально неактивен, допустим. Обычно такие люди ботанами называют. А вот если отличник, да еще и социально активный, лидирующий, это сразу замечают. Уже одаренный человек. Или те люди, которые наши школьники, которые золотые медали на международных олимпиадах берут. Но это уже может стать талантом. А вот гений, тут немножко, кстати, особняком. Гений — это не высшая степень таланта. Гений — это нечто такое, которое посылает высшие силы. Для того, чтобы поднять человечество на новую высоту. Считается, что примерно в столетии рождается два, может быть, три гения в каждой области человеческой деятельности. В балете, может быть, в физике, в музыке. Два-три в столетии. Или так, за пять тысяч такой писанной истории человечества человек 600 всего можно назвать именно гениями. Какие-то Леонардо да Винчи, Пушкин и подобные личности. И, как видите, у них довольно трудная судьба. Часто они долго живут. Потому что они опережают свое время. Их прислали высшие силы, чтобы нас приподнять. Поэтому вряд ли можно воспитать гений, стремиться к этому. Талант можно воспитать. Но что интересно, вот вы ведете дневники. Я имею в виду не идётский, там интернетский журнал, там живые и прочее. А вот тот интимный бумажный дневник. Там же не обязательно писать каждый день. Ну, какие-то интересные впечатления, ваши мысли вдруг возникли, что-то интересное услышали. Так, для себя, как говорится. Так вот, считается, что 1% человечества ведут дневники. Только 1%. Но все гении человечества обязательно вели дневник. Была у них такая особенность. Попробуйте вести дневник. Вдруг вас тоже прислали высшие силы для какой-то миссии. Уважаемые коллеги, вот наблюдая за перипетиями избирательной кампании в Соединённых Штатах Америки, эти Клинтоны, Трампы, там, прочие клоунадо, вспоминается, ну, более такой серьезный трагический случай, который тоже в Штатах произошел, ну, очень давно. Мы все знаем на 100-долларовой купюре Беджамин Франклин, да? Он не был президентом, он великий ученый, был посланником во Франции. Вот есть, то есть не все там президенты изображены. Вот на купюре 10 долларов нарисован Александр Гамильтон. Он был министр финансов в правительстве Вашингтона, ну, в первом правительстве Соединённых Штатов, и он создатель финансовой системы, собственно, Соединённых Штатов. В частности, он не стал копировать британскую, с их там, девенадцатеричной системой, гинеями, шиллингами. Он взял, вообще-то, русскую систему. 100 центов 1 доллар. 100 долларов от большие деньги. Вот, ну, кроме того, что он создал, он решил потом баллотироваться уже в президенты Соединённых Штатов Америки. И у него оппонентом был Аарон Бур, тогдашний вице-президент Соединённых Штатов. Ну, интернета не было, телевидение тем более. Ну, борьба велась в прессе, там, на митингах. И вот однажды Гаммельтон опубликовал какой-то памфлет такой, как сейчас примерно Клинтон и Трамп друг про друга всякие гадости пишут в Твиттере или на митингах говорят. А тут он памфлет опубликовал такой печатный, и там он задел, ну, честь матери Аарона Бура. Тот оскорбился, вызвал её на дуэль и шлёпнул. Гаммельтон погиб на дуэли и не стал президентом Соединённых Штатов. Вот такие были суровые времена. Но финансовая система от него досталась до сих пор. И там есть вклад, так сказать, российской финансовой системы, которую он, ну, отчасти скопировал. Было такое в истории психологии Курт Левин или Левин, как его некоторые произносят. Он немецкий психолог, считается одним из основателей гуманистической психологии. Ну, поскольку был еврей с приходом власти Гитлера, он подождём иммигрировать, уехал в Америку. Ну, там говорят, что он возглавил. Нет, он не возглавил. И было такое управление стратегических бомбардировок. Там генералы были свои. А Левин и его ученики, они как бы консультировали в том смысле, как вот сделать некий психологический надлом у немцев. То есть, представлял, какую часть экономики или зданий, сооружений в Германии надо разрушить, ну, чтобы немцы сломались и сдались. Они ошиблись в цифрах. Они спрогнозировали, что 65% надо разрушить. Палана добилась целых 80%. И, знаете, они добились своей цели. Немцы сменили свою психологию. Представьте, нация, которая начала две мировые войны, всегда тефтоны воинственными считались. Они не хотят сейчас воевать. С трудом только отправили в Афганистан один свой батальон, и то он там ничем себя не прославил, кроме того, что разбомбил два бензовоза с мирными жителями. Ну, а психология сильно изменилась. Даже вот говорят, что сейчас порядка 40% немецких мужчин хотят быть домохозяйками и пить пиво с баварскими сосисками. Воевать они уже не хотят. И вот эта психология уходит в те далекие времена, когда еще Германию бомбили. Вот эти ковровые бомбардировки англо-американской авиации, они в первую очередь рассчитывали на психологический эффект. Скажем, разнесли город Дресбен в залу. Там общая сумма бомб сброшенных равнялась сумме эквиваленту с херохимской бомбы. То есть город абсолютно уничтожен, там не было никаких объектов военных, причем-то мирные жители, ну, не было необходимости. Но психологический аспект вот здесь присутствовал в первую очередь. Сломать психологию. И у них это получилось. Уважаемые коллеги, продолжаем разговор о казанских улицах. Сегодня мы целый букет улиц должны назвать, но они все связаны, хотя уже мало кто помнит и знает, почему они так называются. Ну, начнем с того, есть в Казани поселок Левченко. А в строительном районе есть улица Побежимова, Годовикова, Кастанаева. Кто были эти люди? Тоже в 30-е годы готовился такой перелет, еще один перелет через полюс, как Чикалов и Громов, но на другом самолете. Это был самолет ДБА, Дальний Бомбровщик Академия. Его на Казанском заводе дорабатывали, готовили к полету и назывался Н-209. Командиром был Сидизмут Ливаневский, один из первых героев Советского Союза, полярный летчик. И вот экипаж из казанских сотрудников собирался, то есть Левченко был штурманом этого самолета, был борт механики и был шелародист Голковский, но в честь необщего то улицу в Казани не назвали. Вот они улетели через Северный полюс, что экипаж пропал. Поиски велись и нами, американцами, норвежцами. В общем, не нашли ни самолет, ни экипаж, они бесследно исчезли на просторах Арктики. Но в память о них названа вот эта вот серия казанских улиц и поселок Левченко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова